Сегодня я хотел говорить о 22-м псалме. Вы знаете, он по Божьей мудрости удачно находится между 21-м и 23-м. В принципе, логично. Это как в каменной кладке он заложен между двумя теми псалмами. Я думаю, что Божья премудрость так усмотрела. Он как в драгоценный камень вставлен в эту оправу двух псалмов, которые до и после идут. И 21-й псалом пророчески нам показывает первое пришествие Иисуса Христа, Его смерть. Там говорится об этом. Там говорится, Господи, почему-то стали у меня, ризы мои делят. Ну, можно не ставить этот псалом, просто он раскрывает первое пришествие Мессии и Его колгофскую жертву. 23-й псалом пророчески раскрывает второе пришествие Господа нашего. Где говорится, поднимите врата, верхи наши, и войдет Царь Славы в Тосий, Царь Славы в Господь. И посередине находится вот этот драгоценный 22-й псалом Господь Пастой. И для того, чтобы нам сегодня увидеть Его обзорно, как бы так, со всех сторон, нам поможет вот такое стерео-видео, стерео-взгляд смотреть на 21-й, смотреть на 23-й и увидеть 22-й. Вообще, это очень обогащающее видение Иисуса Христа, когда мы взираем на Иисуса в Его первом пришествии и на Иисуса в Его втором пришествии. Почему это важно? Потому что если у нас однобокий какой-то взгляд, то мы не имеем полноты восприятия Иисуса Христа. Если мы смотрим только на Евангелие и не берем книгу Откровения, то Иисус может быстро превратиться там, знаете, в личного психоаналитика, такого, знаете, добрячка, там, Иисусика какого. Знаете, уже в такое что-то такое, да, Иисус поймет, не пайся, все хорошо, Господь есть любовь, да, Господь есть любовь, да, Он добрый пастор. Но когда мы видим книгу Откровения, мы видим, как заканчивается время благодати и приходит суд Божий. Мы видим реально от льва, из колена Иудина, его пришествия, его гнев, его суд, его святость. И по милости Божьей мы живем во время благодати, мы не живем во время судов Божьих. Но мы не должны спускать взгляд, чтобы не исказить образ Бога, потому что Иисус полностью являет Отца. Он являет полностью Отца во всей Его милости, но также во всем Его суде, потому что Отец суд отдал Сыну. Чтобы у нас не было искаженного восприятия. Потому что также, если мы только будем, конечно, углубляться на эти книги Откровения, и потеряем связь, потеряем корни укорененной Божьей любви, конечно, мы тогда впадем в какое-то апокалиптическое состояние, в котором некоторые верующие находятся. То есть некоторые уже живут практически, ну, психологическим образом уже во времена Антихриста, то есть они в каком-то ужасе живут, в каком-то, знаете, в дикой подготовке. Я помню, когда это особенно модно было, я когда-то в Израиль приехал больше 20 лет назад, тогда модно были книги, литература, вот что вот. Раньше была версия, что в церковь будет до скорби, а потом резко стало модно, что нет во время скорби, после скорби. И я помню, что вот, когда я начал об этом читать, я думаю, ужас! И как раз в это время у меня зуб заболел, а у меня зубы никогда не болели. Так бог благостаёшь, у меня зубы все здоровы, никогда их не лечили. У меня до сих пор сейчас две дырки, да вот то, что тогда у меня заболело, больше 20 лет назад. И тогда поставили пломбы, и их хватило на 23 года практически. Я пошёл лечить зуб. И когда мне лечили зуб, я понял, что если будет скорби, меня будут пытать в зубном кабинете. Ну, короче, мне было неприятно размышлять о себе, о скорби, в зубном кабинете как-то всё-таки совместилось. Это может нервы, думаю, заранее удалить, как-то без зубов, как-то подготовиться. Или как готовиться вообще к этому. Ахрахметок может на ногой сделечь, наверное, спать, как-то пытать себе. И я понимаю, что да нет, я не могу, я не готов ко всему. И понимаю, что Бог принимает это, потому что мы ничего не можем вообще, не преодолевая силы возлюбившего нас. Бог от нас не требует какой-то такой ненормальности, ненормальных вещей фанатичных в нашем разуме. Вот. Да Господь не хочет, чтобы мы жили в каком-то, знаете, постоянном ожидании ужаса, в таком апокалиптическом состоянии. Или же, чтобы мы просто-напросто не видели Его, как льва. То есть, всё должно быть гармонично, объёмно. И вот так мы смотрим на 22-й псалом. Господь есть пастырь мой. То есть, это тот пастырь, который отдал душу свою за нас. Который положил свою жизнь за нас. Но это тот же пастырь, который придёт судить этот мир. Это тот же пастырь. Но сегодня для нас время благодати. И сегодня в 22-м псалме раскрывается всё то, что Господь желает нам дать. В нашей жизни, в нашей смерти, в нашем переходе и в нашей вечности. Там говорится, что мы не будем в нашей жизни нуждаться ни в чём. Там говорится, что при переходе в смерть мы увидим только тень. И там говорится, что мы пребудем в Доме Господнем многие дни. Что наша вечность и наша будущность, она определена в любовью Божией. О чём говорил апостол Павел. Он говорит, я уверен. То есть, его уверенность была очень мощная. То есть, он заявляет, я уверен, что будущее не может отлучить меня от любви Божьей в Иисусе Христе. То есть, он сказал, моё будущее решено, потому что оно не в моих руках. Потому что я не спасаемый. То есть, я не спасающийся, а я спасаемый. Потому что для меня Евангелие – это не самоучитель, а Господь мой, Спаситель, который начавшего мне доброе дело до конца. Вот такая уверенность, конечно, она исходит не просто из религиозного фанатизма, а из знания того, в кого он веровал. И так же, когда говорится, что Господь мой пастырь, я ни в чём не буду нуждаться, хочется спросить, о чём мы нуждаемся. Ведь важно определиться в этом. Я помню, мой друг рассказывал, как на какой-то конференции, он стоял в шеренге людей, там подходил, люди молились за них, и к нему подошёл один этот проповедник, он говорит, за что помолиться. Он говорит, ну помолись, что Господь хочет для меня. Ну, красиво так сказал. Он говорит, а ты что хочешь? И он как-то растерялся, потому что он никогда не думал, что он хочет. Он как, что Бог там хочет? Да нет, ты-то сам что хочешь, говорит. Бывает так, что мы настолько, знаете, религиозно завуалированы, что мы иногда не можем честно определить в себе вообще, а что на самом деле я хочу. И апостол Яков говорит, что мы часто ничего не получаем, потому что не просим, а если просим, то мы просим не то, чего надо на самом деле. И как раз 22-й псалом раскрывает 10 вещей, которые нам необходимы. 10 вещей очень чётко. Первое, самое необходимое, неотложка, что там, аптечка, скорая помощь, машине открываешь. Что самое главное, что первичное? Господь пастырь мой, я ни в чём не буду нуждаться. Что мне самое важное? Покой. Он покоит меня. То есть, если мы не вошли в шаббат, уверовавши, то всё остальное, все остальные обедования не будут работать. Все остальные вещи, они надеваются на этот стержень или вырастают из этого ствола. Потому что, если мы, уверовавши, не вошли в покой и не успокоились от дел своих окон на своих, то мы не можем нормально существовать и входить в получение тех обещаний, которые Бог дал нам. И первое, что Он нам обещает, это полный покой, из которого дальше выходит водительство. Он покоит меня и водит меня. Вы знаете, мы не можем быть водимым духом, если мы не в состоянии покоя. Вы это прекрасно знаете. Если мы обвинены суетой, если мы обвинены религиозными учениями, ветрами учениями, материализмом, неважно чем, суетой жизни, то мы не можем иметь водительство духа. У меня сегодня была такая ситуация, когда мне нужно было поехать и служить людям. Утром. И я стал размышлять и понимаю, у меня нету особенного дара в этом служении, в котором должен был поехать. Раз. Во-вторых, когда я думал о ситуации, я подумал, что я сам не образец в этой ситуации, чтобы что-то людям преподать, потому что я смотря на себя думаю, что я им могу сказать. И вот так я пересмотрел все вещи, и вдруг я понимаю, так в этом же и есть мое сильное место, что у меня ничего нет. И у меня остается только положиться на Дух Святой. Я говорю, Господи, вот такой нищий оборвание и попрусь туда. Потому что раз, два, три, ничего не нашел. Идти не с чем. Пойду с тобой. И уже по дороге Дух Святой мне раз, два, две, три вещи показал. То есть, когда мы входим в какое-то состояние определенной собственной смерти, через это мы можем войти в шаббат. Потому что в шаббат мы входим только через пятницу. Мы не можем в субботу войти через четверг или прыгнуть. И в пятницу был крест. Мы не можем мимо креста войти никак в покой. И в любой ситуации, которая сегодня нас, возможно, применяет, мы не знаем что и как, мы всегда будем победителями, если мы умрем в этой ситуации. Потому что когда мы умираем в этой ситуации, уходит страх. Правильно? Ты не начинаешься измерять ее с собою. Ты не начинаешь вокруг себя ее раскручивать, ситуацию. А как можно умереть на самом деле? Если мы начинаем думать о том, что мы умерли в Иисусе Христе, наша жизнь сокрыта в Иисусе Христе, я вообще мертвую в этой ситуации. Поверьте мне, это не просто какая-то мыслительная концепция, когда мы начинаем соглашаться с Божьим Словом. Дух Святой, который в нас, Он совершает реальность того, что произошло 2000 лет назад. Потому что Он действует вне времени. Потому что мы сегодня можем креститься в смерть Иисуса Христа, сраспяться. Не просто согласиться, что это какая-то теологическая истина. Это реальное состояние души в смерти. То есть, когда я соглашаюсь в этой ситуации, что я мертвый, Дух Святой, тут же даст мне пережить это состояние, хорошее слово, умиротворение. То есть, как вы знаете, это в русском совпадает. Умирание, умиротворение, мира, полноты. То есть, мы не можем войти в покой, не пережив смерть. То есть, можно разными путями пытаться крест обойти. У меня были тысячи попыток. Потому что никогда умирать не хочется. То есть, и так, и сяк попробовать. Не работает. Но если мы понимаем, что работает то, что Бог нам открыл в слове, наконец мы соглашаемся, что это рабочая версия. Потому что слово, написанное, это рабочее. Это то, что работает. Мы часто увлечены динамикой, да? То есть, простите, механикой слова. Давайте мы разберем, как там на греческом там. Иногда считаешь какой-то там такой стих и комментариев вот столько на него. И ты уже забыл, что за стих читаешь. Комментарий, комментарий на комментарии там. Уже слово так разложили по буквам. А каждая буква еще свое число имеет. Ну, интересно. Но на самом деле меня больше интересует не механика, а динамика, как это работает. Есть люди, механики. Вот Илья сейчас пришел, помог мне, что в машине. Я ничего не понимаю в машине. Я вот настоящий израильтянин. Я приезжаю, мне откроют, что скажут, то и чинят. Это не как мой отец. Он в гараже машину разбирал, собирался это полностью. Мне важно, показали вот эту кнопку, вот эту кнопку, и я поехал. И для меня также важно в отношении Слова Божьего. Когда что-то говорят, я говорю, а как это работает? И на самом деле, слово работает, даже если мы не понимаем все до конца, мы понимаем, как динамика действует. И Слово Божье говорит о том, что наша жизнь сокрыта со Христом в Боге. Аминь. Что мы, верующие, умерли со Христом для того, чтобы воскреснуть и жить новой жизнью. Но новая жизнь, она начинается в состоянии покоя. И тогда на самом деле мы можем переживать вот это состояние, что Господь, пастырь мой, овцы, они спокойны. Ну, нормальные овцы. Один пастух может пасти, не знаю сколько там, ну тысячи, правда, целую такую отару может вести. Как это, углядеть за таким огромным количеством? Потому что овцы, они все спокойные, они все вот приучены. И достаточно даже там одного пастуха или двух, чтобы целую большую отару вести. Но вы знаете, Господь не может быть нашим пастухом, если он для нас не Господь. Не может быть доверия Богу, если нет послушания Бога. Это не работает. Это обман. На самом деле не может, наша, мы не можем Богу доверять, если мы обманываем сами себя. Потому что мы понимаем, что мы дурака включаем опять. вера без послушания невозможна. Если он Господь, то он и пастырь. Хотим жить в покое, хотим жить в Божьем благословении, хотим жить в Божьем водительстве, хотим жить в Божьем обеспечении. Мы должны реально согласиться с тем, что мы когда-то сказали, при покаянии, Господь, Иисус, будь моим Господом, отдаю тебе жизнь. Мы там все поддавали. Много чего там. Моги в сердце там. Там наговорили, будь здоров. Все записано, поверьте мне. Если бы это пообещали. Вся моя жизнь тебе принадлежит нам. А потом? В прошлый раз помните, о чем я проповедовал? Кто помнит? В десятине. Крутая проповедила в десятине. Сегодня я не буду в десятине говорить. Есть другие вещи. Я уже к десяти, это вообще не вопрос. Это как бы... Об этом даже говорить нечего. Что говорить о вере, если это вообще первый пункт только вообще. Верующий ты или нет, даже так сказать. Потому что мы свою веру можем как-то разрисовать, да, словами, знаете, как раскраски показать. Но и настоящая еврейская вера, это не сказки, не майство. Как я говорю, у тебя вера есть? Есть. Ну да, покажи свою веру. Это прагматичная. У тебя есть вера? Ты это скажу. Ты что не рассказываешь свою веру? Ты мне и покажи свою веру. Потому что если ты не можешь его показать, или нет. Но у меня самая правильная вера, самая истинная, самая истинная вера, это которая выражается в делах. Потому что если нету дел, нету веры. И если мы не живем в том, что у нас Господь совершенно, наверное, глупо и основательно упрашивает его быть нашим пастором. Как мы можем быть, если мы как бы, ну, непослушные отца? То есть мы же как бы сами не соглашаемся с этим. Поэтому первое обетование какое? Он покоит меня. И если мы в любой ситуации, вот у вас сегодня есть ситуация, в которой вы не знаете решения, или вы не знаете, как, или на вас навыли какие-то вещи, или вы стресс вошли, или еще что-то произошло, может быть такое, или страх вас, или беспокоит что-то. Есть такие люди? Я не один больной здесь психически, надеюсь. Ну хорошо, слава Богу. Кто еще? Хорошо, слава Богу. У нас есть несколько здесь. Вас? Нас. Радует. Я хотел тебя порадовать. Вы знаете, никакие успокоительные не работают. Пока мы не погружаемся в смерть. Мы не можем войти в шаббат, минуя крест. Сколько угодно в учении, знаете, там, как Господь тебя утешит, успокоит, истинное успокоение только через смерть идет. То, что говорит Слово Божие, это рабочая вещь. И как только мы в любой ситуации умираем, мы становимся выше этой ситуации и побеждаем эту ситуацию. Какая бы ни была ситуация, если умерли у вас, ни обиды, ни зависти, ни переживания за свой комфорт, вам какая разница? Если вы уже умерли, что вам беспокоится по этому поводу? Вы даже можете образно представить, что вы умерли, вас уже там закопали, похоронили, и ты уже отдыхаешь, все. Приехали! Ну, это не просто, что все вы внушаете. Если мы умственно соглашаемся с такой версией, я говорю, Дух Святой, это совершает наша душа. Приходит четкое понимание, что все. Ведь у вас же наверняка были такие переживания после рождения свыше, когда старая жизнь закончилась. Мы многим казались сумасшедшими. Я помню, когда уверовал, 93-й год, тогда телефон еще дома такой был у меня. Я исчез из тех уроков, где находился. Тогда не был мобильный, я сидел дома и ждал звонков. Телефон звонил, я там брал. Алло? Глеб, а можно? Я говорю, нет. Он умер, говорю. А кто это? А с вами, говорит, новое творение, я говорю, о Иисусе Христе. Мне так нравилось это. Мы не можем переживать водительство, если мы не переживаем успокоение. То есть, смотрите, первое, как я сказал, если мы помещаем 22-й псов, между 21-м и 23-м, видим в полноте обзорность стереозрением Иисуса Христа, настоящего, непридуманного, неполовинчатого какого-то, мы принимаем его как доброго пастора, как истинного Господа, то есть 10 обедований, которые могут обогатить, не то что обогатить, полностью наполнить нашу жизнь. Так, первое, это что? Покой. Второе, что? Водительство. Если я по всем не успею пройти, возможно, пускай будет конспект, если вы ходите, вы можете сами разбирать. Третье, что давайте посмотрим. Третий стих. Подкрепление, направление, давайте все пройдемся. Успокоение, что дальше идет? насыщение, помазание, сопровождение и пребывание. Вот 10 вещей, которые Бог нам дает. Еще раз, пожалуйста. Хорошо. У меня как-то есть список, пожалуйста. оглаците. Хорошо. Весь список оглашает. Первое, покой. Второе, водительство. Третье, подкрепление души. Четвертое, направление на путь правды. то есть не на вашу правду. Это очень важно, когда нас Дух Святой направляет на правду, потому что до этого у каждого своя правда. Не верующий, у каждого своя, так и у верующих каждая своя. Что, не бывает? Двое встретились, и они, у каждого своя истина. Так нет, три мнения. Три мнения, да, на двоих. Это, что за это психопатия называется. Так вот, Дух Святой направляет нас на ту правду, которая исходит из Бога. Его праведность, его правда. Не наша самоправедность. Не наша самоправедность. Когда последний раз вы были самоправедными? И сегодня был. Я прав. Не так, я прав. Причина гнева. Все это делают притом не ради вас. Слава Богу. Аллилуйя, Господи. Не ради меня, да. Нет, не ради тебя, а ради себя. Это очень хорошо. Итак, покой. Помогите мне. Что дальше идет? Водительство. Третье. Подкрепление. Направление. Направление на правду Божию, не на человеческую правду. Что дальше идет? Освящение. Додори, не успел построить. Я просто то, что говорю, сегодня открытие получилось. Успокоение. Сейчас разберемся. Здесь сколько он будет лететь. Четвертый стих какой был? Успокоение. Смотрите, успокоение. Этот псалом Давид писал возможно тогда, когда бежал от своего сына о весовом. Когда его пытались убить. Не то, что писал, сидел там уже, знаете, в дворце там. Господь, пастырь мой, шо там. Также, когда мы читаем филиппийцам, когда писал апостол Павел, радуйтесь, еще раз радуйтесь, думаешь, Павел там. Вы знаете, где Павел писал апостол филиппийцам. Этот тюрьмень поставил, этот в пещере прятался от киллеров, которые хотели его убить. И божьи люди в этом состоянии вдруг раскрывают такую благость, такую уверенность в Боге, такое успокоение души, которая явно не стоит просто на эмоциональном фоне человека. Потому что у нас бывает так, когда все нормально, там, Господь, там, и паста, потом раз, и хлопнуло, тогда раз там. Ты, конечно, пастырь, Господь. Может быть, и мой даже, но не знаю. И здесь, конечно, если это совпадает с теми событиями историческими, он пишет не о жизненном переходе в смерть, это говорится просто о земных разных, ну, опасностях смертельных. Но также, я думаю, что здесь говорится и о том, что каждый из нас имеет от Бога обещание, что когда мы будем проходить переход к смерти, Он нас не оставит. Потому что Иисус был оставлен Отцом, чтобы мы не были оставлены в момент смерти, Он все совершил для нас. Он говорит, в 21-м псалме, Он говорит, почему ты оставил меня? Потому что ты не будешь оставлен, Он все взял на себя, даже оставленность на кресте. Даже когда была отверженность в момент смерти, Он пережил как человек, чтобы ни один верующий в момент смерти не пережил отверженности. Чтобы в момент перехода в вечность человек переживал руку любящего Отца. И всякий верующий в Иисуса Христа не умирает. Фактически он переходит из жизни в жизнь. И видит не саму смерть, а только тень ее, но не саму реальность. Вот такое мы имеем от Бога обещание не просто воскресение. Хотя это важно и мы стоим на этом, что мы воскреснем и наши тела будут воскрешены. Мы также имеем от Бога обещание, что мы должны быть избавлены от страха смерти, которым мы были подвержены. Потому что Иисус стал подобен нам, чтобы избавить нас от этого рабства. Это мне нравится. Трапеза вообще любит. Ты приготовил трапезу ввиду врагов моих. Смотрите, совпадая с четвертым стихом, часто мы находимся в жизненных ситуациях, которые можно назвать как уже долина смертной тени. Как будто обстоятельства заживают вас в трубу. бывает такое и зажимает и зажимает такую трубу. Знаете, еще труба появляется? Как подзор на трубах. Ты посмотрел туда и увидел, что уже на выходе банкет приготовлен. Понимаете? Когда все зажимает, смотрите вперед верою, Бог не даст испытания в больше, вы можете пройти. И в этих испытаниях все преодолевает его сил. Что на финише уже благость божья, и осталось немножко, и нужно просто верить идти. Если не можешь идти, нужно ползти. А не можешь ползти, лежать головой в направлении выхода все равно. И кто-то из проползающих рядом, возможно, подпихнет. умостить тебя богу. Но главное двигаться туда. Потому что он приготовил трапезу ввиду всех наших врагов, какие бы ни были наши враги, а наши враги это не люди, и не кровь, и не плоть, и это не значит ввиду палестинцев или сирийцев пикнику строить, потому что они нам не враги. А ввиду всех этих бесов, не просто знаете, спрятаться в бункере и ожидать конца света, лишь бы спастись. Нет, помните, как там в трехмушкетерах было, когда они там кушали, там их обстреливали, ядра летали. Кто-то помнит трехмушкетера? Александр Девак который был, кстати. И они там сидят, там они встреляют, они все откушали. вот это секрет духовной войны. Знаете, что праведник делает на духовной войне? Праведник это не ниндзя, праведник это не Бэтмен, праведник это не Супермен. Праведник встречает с опасностью сразу бежит и убегает. Вот у меня сэн сейчас, ему еще восьми нет, он уже пятый год занимается. Я все равно спросил, говорю, Ами, мне интересно, говорю, а что будет, если хулиганы на улице подойдут? Он говорит, я убегу, папа. Я так успокоился сразу. Если не убегу, тогда дзюдор принес включить. Праведник, когда он сталкивается, он бежит в Бога и прячется сразу. Праведник, он смел как лев только в Боге. Праведник бежит и прячется в Бога, и имя Бога крепкая башня. То есть он сразу бежит, садится в танк, в Бога и уже на танке потом едет. И все дарит уже. Всех бесов, всех демонов, но надо делать в Боге, потому что мы имеем власть только во Иисусе Христе. Если мы не пребываем во Христе, дьявол не под нашими ногами. В облеклись в Христа. Если мы находимся в Нем, тогда ничто не повредит нам, и ничто не имеет силы над нами, и лукавый не прикасается к нам, потому что мы хранили себя неоскрененными от мира, и мы обличены во Иисуса Христа. Но мы должны реально это переживать и реально жить, потому что без этого это будет просто какая-то недуховная война. Так вот, настоящая духовная война это сидеть, отдыхать в Боге, кушать, и, знаете, мило, бес летает, а то как муха. Там шашлычок передайте, пожалуйста. То есть, представляете, мы должны понять, что это не просто мы такие напряженные, в прицел, подкапает, и ты такой, знаешь, мы такое восприятие духовной войны, кто кого, мы против бесов, хорошее известие, война закончилась 2000 лет назад уже. Вы понимаете, что война закончилась, Иисус победил, Он совершил победу на кресте, и сказал, свершилось, и сегодня в лучшем случае мы добиваем банды, которые по лесу сшиваются, недобитки, нам сказали, зачистить территорию, мы сегодня уже пребываем в торжественном параде победы Иисуса Христа. Сегодня вообще не вопрос, кто кого, мы уже победители в Иисусе Христе, и поэтому просто сидим, кушаем, там, комфотик передать, и вот, все эти демонические силы не больше, как шмели, которые тут летают, за столом до раз, и тут доставлен, мухобой, так, что у нас сыр сегодня, понимаете, мы сосредоточены на Божьей трапезе, на христе, на бес, а это просто по ходу делали. Тогда у нас есть сила и понимание просто их изгонять. Уже они мешают нормально кушать. Так ли? Да. Жужжать тут. Одна муха может всю ночь испортить, правда? В один компань. Да. А ты мы всю ночь аплодируем. дальше. Вы заканчивали, я не буду на каждом пункте. Я сам еще поразбираю. Итак, мы имеем что? Последнее сопровождение. А куда помазание делать? Помазание не будем говорить. Я думаю, вы все помазание знаете. Лучше меня сами не расскажут. Помазание, но истина, не ложная, оно у нас пребывает, оно вас научит. Хорошо, так иду дальше. Давайте. Следующее, шестой стиль. Благость и милость сопровождают. Полное сопровождение. Я помню, где-то еще, там, не знаю, больше до сети лет назад помню проповедь Карл Гуслова-Северина в Ленинграде. Он ходил по сцене, за ним двое ходили. Выехал, позвал, он саму сюда двое ходит. Благость и милость. И он уходит, за ним двое ходил по сцене. Я сейчас был на конференции, но Ярославль и опять там, Карл Гуслова-Северина 18 лет не пускали в Россию, впустили, мы на конференции были вместе. Конечно, он постарел. Больше достеречиваю, что его не видел. Но приколист такой же остался. Только в этот раз они не двое ходили на берегах, людей, он все равно затаскивал, он спектакль и протаскивал. Настолько все впечатлительно, что ты уже никогда не запутешь его пробовать. Так вот, на самом деле мы имеем постоянно сопровождение. Благость и милость Божья. Его хесед, его рахамин, его хэн, как наявите, говорится, его материнская любовь, рахамин, его верность самому себе. Вот это хорошо, мне особенно нравится. Бог верен самому себе. Поэтому наш завет стоит на его верности, а не на нашей. Поэтому на лучших совершенно подписан основаниях, потому что Бог подписал последний завет сам с собой, а не с тобою. Ты его уже нарушил в 500 раз. Этот завет не может быть разрушен, потому что он подписан кровью Христа. И вы уже не можете своей кровью там расписать. Поэтому благость и милость сопровождают, и это нас вводит в самую главную цель нашей жизни последней, на этом заканчивании. пребывать в его присутствии. Это будет вечности. Вечности. Бог говорит, ну, ходите, сегодня можете. Да не хочу, два вечности. Да нет, может, сегодня как-то. Знаете, Бог хочет, чтобы сегодня мы кайфовали в его присутствии. Аминь. 36-й словом 4-й стих. Я люблю очень много раз я говорю в 36-м словом и 4-м стихе, где в псинодальном периоде сказано «утешайся Господом», на юриде сказано «кайфуй Бога». Прямой перевод. Таалук стоит слово, на юриде, которое на арабском «кайф» слово. Так вот там сказано «найти высочайшее наслаждение в Боге». Потому что наша душа хочет Бога. Аминь. Аминь. Что мне нужно? Мне Бог нужен. Наша душа тоже может Бога переживать, поверьте мне. И тело может переживать. Мы все сконструированы так, чтобы все в нас переживало Бога. Поэтому в иудейской пустыне, когда Давид проснулся, его тело ломало. Он говорит «моя плоть ломится, где ты? Я в пустыне стране воду ищу даже, и тебя ищу». Почему? Он знал это присутствие. Он знал «вот оно». Павел сдал это. Он говорит «я все почитаю ничем ради этого». Вот за это можно душу продать. Вот за эту жемчужину, если ты знаешь, что такое присутствие Бога. Если ты знаешь, в кого ты уверовал. Нет, просто в кого-то ты уверовал. И Бог нам обещает это. Он говорит «вы всегда можете жить в моем присутствии, но если вам это надо вообще, вы решите, вам это надо или не надо?» «Надо». Но все начинается Господь или нет? Пусть если не Господь, то не пастырь, если не пастырь, то и не помазание. Они помазали, так и не присутствуют. Потому что мы хотим, мы хотим все 10 пунктов, но чтобы не Господь. Но это не работает, правда? Пробовали? Я пробовал, не работает. Поэтому на этом мы закончим. Вот для меня это само все новое. Я думаю, что Господь вам откроет намного больше. Каждому. Потому что то помазание, которое вы имеете, оно будет раскрывать все то, что каждому из нас нужно. Давайте встанем, помолимся. Отец, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что ты желаешь, чтобы каждый из нас желал быть в Твоем присутствии и признавать Твою святость. Чтобы мы исповедовали Тебя Господом и нашим пастырем. Чтобы вот эти 10 пунктов, которые мы с вами перечислили, они стали и целью, и реальностью. И то, за что мы должны молиться, что мы должны реализовывать в нашей жизни. Чтобы поистину быть счастливыми. Понимая, что в Тебе мы имеем все, Иисус. В Тебе мы получили все от Отца Небесного. Все Божьи обещания в Тебе дай и аминь. Господь, мы видим, что вообще в этом псалме достаточно даже понимания, за что молиться нам каждый день. Чего нам желать, чего нам просить, чего нам добиваться, чего нам стремиться и в чем нам пребывать каждый день. Благослови, чтобы то, что мы сегодня, то, о чем мы сегодня говорили, чтобы это не были те слова, которые могут быть украдены завтра или сегодня, даже дьяволом, суетой, с заботами века сего, но чтобы мы это растворили верою нашей и открылись для Тебя Дух Святой, чтобы Ты начал это вводить в плоскость нашей жизни, чтобы это слово проросло, чтобы оно стало практикой, чтобы это слово, оно было настоящим и стало плотью. Благодарим Тебя за все. Аминь. Аминь.